Здравствуйте! В студии Маргарита Кальц. Этот человек был ближе других олигархов к режиму Януковича. Нашел ли самый богатый украинец общий язык с новой властью? Об этом сразу после новостей. Цены на нефть снизились до рекордного минимума. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent составила около 85 долларов за баррель. Последний раз подобная цена была зафиксирована в 2010 году. Подешевела и американская нефть WTI. В среду стоимость опускалась менее 80 долларов за баррель. А вот курс американского доллара существенно вырос и составил 41 рубль. Владимир Путин подписал закон об ограничении доли зарубежных акционеров в российских СМИ с 50 до 20% уставного капитала. Изменения касаются всех СМИ, в том числе печатных интернет-изданий. Однако не касаются проектов, которые не имеют лицензии СМИ, а также медиаструктур, созданных на основе международных договоров. Главы МИД Германии и Франции призвали в полной мере реализовать Минский меморандум по регулированию ситуации на Украине. По словам немецкого министра Франка Вальтера Штайнмайера, в зоне конфликта необходимо обеспечить условия для действительно эффективного контроля на границе. Правительство ФРГ и Франции также надеется в этом месяце получить ответ ОБСЕ о возможном применении немецких и французских дронов для мониторинга ситуации на Украине. В Гонконге произошли столкновения между протестующими и полицейскими. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся возвести новые заграждения на улице неподалеку от здания муниципалитета. С обеих сторон есть раненые, задержаны 45 демонстрантов. В четверг, 16 октября, пройдет забастовка пилотов немецкой авиакомпании «Джерман Винкс», дочки концерна «Люфтганза». Самолеты не будут летать с 12 часов до полуночи по среднеевропейскому времени. Германия должна увеличить помощь Востоку Украины. С таким призывом в среду выступил министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Герт Мюллер, вернувшись из Харькова. Мюллер сопровождал колонну немецкой гуманитарной помощи на Украину. Мобильные дома, электрогенераторы и одеяло на 112 грузовиках были доставлены в украинские города, в том числе в Славянск и Мариуполь. Власти Украины не перестают повторять, что страна нуждается в помощи. Одним из откликнувшихся стал и самый богатый украинец Ренат Ахметов. В среду в Мариуполь доставлена гуманитарная помощь, организованная на его средства. Еще в самом начале конфликта в Донбассе на Ахметова возлагали большие надежды и Киев, и Запад. Но дальше пары-тройки эмоциональных заявлений, сделанных в самый разгар конфликта на востоке Украины, Ахметов не пошел. Согласно рейтингу журнала Forbes, состояние Рената Ахметова более 11 миллиардов долларов. Самый богатый украинец владеет в частности крупнейшими энергетическими компаниями, занимается горнодобывающим бизнесом. Но военные действия на востоке Украины практически остановили металлургические заводы, расположенные там, а на угольных шахтах добывают все меньше угля. Сначала бизнесмен публично не вмешивался в события на востоке страны. Затем начал обращаться к украинцам по телевидению, критикуя пророссийских сепаратистов. До начала конфликта на востоке Ахметов поддерживал экс-президента Украины Януковича и финансировал его партию. Теперь, похоже, влияние олигарха на политику резко уменьшилось. Во время президентства Януковича Ахметов был самым главным среди всех украинских олигархов. После того, как Янукович скрылся, остальные олигархи стали сильнее. У них есть свои телеканалы, свои кандидаты в парламент. Ахметову также принадлежат несколько телеканалов, а еще отели, банки, офисные здания и футбольный клуб. Он по-прежнему самый богатый человек на Украине, даже если его власть уменьшилась. Трудно оценить его материальные потери, но они составляют где-то несколько миллиардов долларов. Эксперты отмечают, чем больше убытков несет Ахметов, тем меньше у него влияния на политику. Еще недавно Рената Ахметова называли королем Донбасса. Теперь территориальные границы его королевства заметно сузились. Сам некоронованный монарх переехал в Киев, а по последним данным, из-за событий на востоке страны его состояние уменьшилось на 18%. Тем не менее, Ахметов продолжает оставаться самым богатым человеком страны. О его сегодняшней роли на Украине поговорим с экспертом Deutsche Welle Романом Гончаренко, которого я пригласила в студию. Роман, через полторы недели на Украине парламентские выборы. До 2012 года, будучи одним из ближайших соратников экс-президента Януковича, Ахметов представлял партию регионов в парламенте. Удастся ли ему сейчас каким-то образом влиять на политику Киева, учитывая, что в нынешних выборах он участия не принимает? Думаю, что влияние Ахметова уже никогда не будет таким сильным, как при Януковиче. Хотя бы уже потому, что сам Янукович в бегах. Партия регионов, которую Ахметов представлял в парламенте, фактически развалилась. То есть она не участвует даже в парламентских выборах. Сам Ахметов был вынужден бежать из Донецка в Киев. И его влияние в регионе в Донбассе сократилось очень сильно. Тем не менее, я думаю, его еще рано списывать со счетов. Ахметов по-прежнему самый богатый украинец. У него по-прежнему миллиарды долларов в состоянии. И с этими деньгами на Украине по-прежнему можно влиять на политику, на экономику, на жизнь страны. Думаю, Ахметов сейчас пытается восстановить свое влияние. Но в любом случае оно уже не будет таким, как прежде. Роман, на Ахметова возлагались большие надежды Запада. Одно то, что он встречался с министром иностранных дел ФРГ Штайнмайером, говорит уже о многом. Что случилось? Ахметов не захотел идти в политику. Ему не удалось или ему помешали? Что произошло? Думаю, что большие надежды на Ахметова возлагали, скорее всего, западные страны, западные политики, которые не очень разбираются в тонкостях Украины. Я очень хорошо помню, как в Германии СМИ просто с восторгом сообщали о том, что Ахметов объявил войну сепаратистом, так сказать, и его рабочие вышли на акции протеста в Мариуполе, например. То есть складывалось такое впечатление, если читать немецкая газета, что вот пришел Ахметов, ударил кулаком по столу, и все, проблема рассосалась. Этого, конечно, не произошло. И на Украине никто этого и не ожидал. Поэтому, если и были какие-то надежды, то скорее у западных политиков. Некоторые украинские обозреватели полагают, что Ахметов хотел использовать сепаратистов в Донбассе в своих целях. На твой взгляд, насколько оправданы эти предположения? Когда сам я был в Донецке и общался там с очень многими людьми, все без исключения говорили, что за тем, что там происходит, за сепаратистами стоит Ахметов, партия регионов, Янукович и все остальные. То есть те, кто был отстранен от власти в Киеве минувшей зимой. Люди объясняли это очень просто. Смена власти произошла в Киеве, а в Донбассе этого не случилось. То есть по-прежнему все ключевые посты занимали люди Януковича и Ахметова. И бросалось в глаза, что тогда, особенно в март-апрель, Янукович бежал из страны, а Ахметов не вмешивался в ситуацию. То есть в марте он вообще молчал все время. В то время как сепаратисты создавали свои блокпосты, и занимали гражданские здания, общественные здания, правительственные здания. Поэтому люди были уверены, что возможно Ахметов пытается торговаться с Киевом и использовать сепаратистов. Прямых доказательств этому нет. То есть мы можем только предполагать. Почему Ахметов на это пошел? Пошел ли он на это один или в союзе с Россией? Мы можем только гадать. Доказательств этому тоже нет. Скажи, а сейчас вот в данной ситуации какое-то влияние в Донбассе имеет Ахметов или нет? Оно в любом случае меньше, чем его влияние раньше. Но, с другой стороны, если рассматривать Донбасс как большой регион, то примерно половина его по разным оценкам по-прежнему остается под контролем Украины. И такие крупные предприятия Ахметова, как, например, Азовсталь в Мариуполе, по-прежнему под контролем Украины, по-прежнему работают. Хотя, конечно, у них есть проблемы, но эти предприятия продолжают приносить Ахметову деньги. Он платит налоги и так далее. То есть за счет этих предприятий его влияние сохраняется. И у него также есть предприятия в других регионах Украины. То есть, если коротко, влияние Ахметова уменьшилось, но нельзя говорить, что его совсем нет. Спасибо большое, Роман, за твою экспертную оценку. Сегодня в студии у меня был эксперт Дойчевели по Украине Роман Гончаренко. О том, как будут развиваться события, смотрите в Геофакторе завтра на сайте Дойчевели и на Дожде. Всего вам доброго и оставайтесь с нами.